Приветствую всех на моем канале. Сегодня 12 ноября стартовал четвертый этап гран-при НХК Троуфи 2021 по фигурному катанию в Токио, Япония, который продлится по 14 ноября. Подведем итоги первого соревновательного дня. В ритм танцах первыми стала наша пара Никита Кацалапов и Виктория Синицына с результатом 86,33 балла. На втором месте американцы Эван Бейтс и Мэдисон Чок. Третьими стали англичане Льюис Гибсон и Лайла Фир. Еще одна наша пара Игорь Еременко и Софья Шевченко заняли девятое место. Завтра 13 ноября дуэта покажут произвольные программы в 8 часов 40 минут. На соревнованиях спортивных пар первое место заняли также наши фигуристы Александр Галямов и Анастасия Мишина, получив высокую оценку 78,40 баллов. И второе место заняли тоже российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова, набрав 75,79 балла. На третьем месте оказались японцы Рюйти Кихара и Рику Миура. Завтра 13 ноября спортивные пары исполнят произвольные программы в 6 часов 20 минут. В женских коротких программах лидером стала японка Каори Сакамото, ей присудили 76,56 балла. Второй выиграла тоже японка Мана Каваби с оценкой 73,88 балла. Южнокореянка Юйен с результатом 68,08 балла заняла третье призовое место. От сборной России не осталось ни одной представительницы. Наша единственная фигуристка на разминке перед короткой программой неудачно приземлилась и получила травму ноги. Вот это очень обидно. Мы так все надеялись, что Даша покажет всем класс. Пожелаем Дарье скорейшего выздоровления и выхода на лед. Завтра женщины представят произвольные программы в 10 часов 40 минут. И последние выступления с короткими программами сегодня состоялись у мужчин, в которых лидировал японский фигурист Шома Уна. Вторая позиция у американца Винсент Джоу и третий призер южнокореец Чех Джунхван. Наши фигуристы Макар Игнатов на четвертом месте, Александр Самарин на седьмом. Завтра в 13 часов 30 минут продолжатся мужские произвольные программы. Завершится этап 14 ноября в 7 часов 20 минут показательными выступлениями фигуристов. По итогам всех этапов лучшие фигуристы будут участвовать в финале гран-при в японском городе Осако с 9 по 12 декабря. Прямые трансляции всех соревнований покажет Первый канал и его сайт, а также сайты букмекерских контор. Пожелаем нашим фигуристам удачи и успехов в выступлениях. И конечно же новых побед и достижений, а также мировых рекордов. Всего хорошего. До встречи на канале все и вся.